Математика Решение примеров на сложение и вычитание трехзначных чисел Определим цели нашего занятия Повторить алгоритм письменного сложения и вычитания трехзначных чисел Закрепить вычислительные приемы умений решать задачи изученных видов Давайте вспомним тему нашего прошлого урока На какие три вида делятся все треугольники в зависимости от длины их сторон? Треугольник, у которого все стороны равны, называют равносторонним Треугольник, у которого все стороны не равны, называют разносторонним Треугольник, у которого равны две стороны, называют равнобедренным Сегодня мы продолжаем решать примеры на сложение и вычитание трехзначных чисел Давайте вспомним алгоритм письменного сложения Найдем сумму чисел 531 и 19 Записываем второе слагаемое под первым. Единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Складываем единицы. Результат записываем под единицами. Складываем десятки. Результат записываем под десятками. Складываем сотни. Результат записываем под сотнями. Теперь повторим алгоритм письменного вычитания. начинания. Найдем разность чисел 534 и 19. Вычитаемое записываем под уменьшаемым. Единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями. Вычитаем единицы, результат записываем под единицами. Вычитаем десятки, результат записываем под десятками. Вычитаем сотни, результат записываем под сотнями. Давайте еще раз выполним письменное сложение и вычитание трехзначных чисел. Найдем сумму чисел 548 и 72. Складываем единицы. 8 плюс 2 равно 10. В разряде единиц записываем ноль. Один десяток запоминаем. Чтобы не забыть про него, надписываем единицу над разрядом десятков. Складываем десятки. 4 плюс 7 плюс 1 равно 12. В разряде десятков записываем 2. Одну единицу надписываем над сотнями. Складываем сотни. 5 плюс 1 равно 6. Записываем в разряде сотен. Аналогично складываем числа. 296 и 328. Складываем единицы. 6 плюс 8 равно 14. В разряде единиц записываем 4. Один десяток надписываем над разрядом десятков. Складываем десятки. 9 плюс 2 плюс 1 равно 12. В разряде десятков записываем 2. Одну сотню запоминаем. Складываем сотни. 2 плюс 3 плюс 1 равно 6. Записываем в разряде сотен. Найдем разность чисел 874 и 265. Вычитаем единицы. Из 4 нельзя отнять 5, поэтому занимаем один десяток из 7 десятков. Ставим точку над цифрой 7, чтобы не забыть про уже занятый десяток. Из 14 вычесть 5 будет 9. Записываем в разряде единиц. Вычитаем десятки. Было 7 десятков, но так как один десяток занимали, осталось 6 десятков. Из 6 вычесть 6 будет 0. Записываем в разряде десятков. Вычитаем сотни. 8 минус 2 равно 6. Записываем в разряде сотен. Аналогично вычитаем числа 302 и 152. Вычитаем единицы. Из 2 вычесть 2 равно 0. Результат записываем в разряде единиц. Вычитаем десятки. Из 0 нельзя вычесть 5, поэтому занимаем одну сотню из трех сотен. Ставим над цифрой 3 точку, чтобы не забыть про уже занятую сотню. Из 10 вычесть 5 будет 5. Записываем в разряде десятков. Вычитаем сотни. Было три сотни, но так как одну сотню занимали, осталось две сотни. Из 2 вычесть 1 будет 1. Записываем результат в разряде сотен. Повторив и закрепив письменное сложение и вычитание трехзначных чисел, переходим к решению задачи. На праздник купили 166 голубых шаров, зеленых на 25 шаров больше, чем голубых, а желтых на 76 шаров меньше, чем зеленых. Насколько больше купили голубых шаров, чем желтых? О чем говорится в данной задачи? Определим и выделим главные слова. Зеленых, желтых, голубых. Запишем условия задачи. Можем ли мы сразу ответить на главный вопрос? Верно, сначала нужно найти количество зеленых и желтых шаров. Как найти, сколько зеленых шаров купили на праздник? Правильно, 166 прибавить 25. Запишем первое действие. Как найти количество желтых шаров? Запишем второе действие. Ответим на главный вопрос задачи. Для того, чтобы узнать, насколько больше голубых шаров, чем желтых, мы должны из большего числа отнять меньшее. Запишем третье действие. Осталось записать ответ. Голубых шаров на 51 больше, чем желтых. Подведем итог урока. Сегодня мы с вами повторили виды треугольников. Алгоритм письменных приемов сложения и вычитания трехзначных чисел. Закрепили приемы письменных вычислений. Для домашней работы я предлагаю решить примеры на сложение и вычитание трехзначных чисел под номером 7 на странице 77. Решить составную задачу под номером 16 на странице 79. На этом наш урок окончен. До свидания, ребята. До новых встреч. Добрый день, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Я часть речи интересная, широко в миру известная. Опишу любой предмет. В этом равных со мной нет. Речь со мной выразительна, и точна, и удивительно. Чтоб красиво говорить, мною нужно дорожить. Тема нашего урока – род глаголов в прошедшем времени. Сегодня вы узнаете, как глаголы прошедшего времени изменяются по родам. Итак, форма прошедшего времени глагола показывает, что действие происходило или произошло до момента речи, то есть до того, как о нем заговорили. Приметой прошедшего времени глагола является суффикс «л», который так и называется – суффикс прошедшего времени глагола. Например, спал, читал, бегал. Попробуйте среди данных глаголов выделить лишний глагол. Сделайте вывод. Бегать, играть, читал, рисовать. Лишний глагол будет читал. Читал – это глагол, стоит в форме прошедшего времени и отвечает на вопрос «что делал?». А глаголы «бегать», «играть», «рисовать» отвечают на вопрос «что делать?» и стоят в неопределенной форме. Посмотрите на следующие пары глаголов и попробуйте сделать вывод. «Бегал», «бегали», «играл», «играли», «рисовал», «рисовали», «читал», «читали». Чем отличаются эти глаголы в каждой паре? Итак, мы видим, что первый глагол в каждой паре «бегал», «играл», «рисовал», «читал» употреблен в форме единственного числа, а второй «бегали», «играли», «рисовали», «читали» в форме множественного числа. Какой вывод можно сделать? В прошедшем времени глаголы изменяются по числам. Посмотрите на следующие глаголы и попробуйте тоже сделать вывод. Писал, писала, шумел, шумела, шумело, играл, играла. Это все глаголы прошедшего времени. Что мы еще можем сказать? Писал, кто писал? Он писал. Это глагол мужского рода. Она писала. Глагол женского рода. Шумел он, шумела она, шумела оно. Играл он, играла она. Можно сделать вывод, что в прошедшем времени в единственном числе глаголы изменяются по родам. Обратите внимание, род глагола прошедшего времени единственного числа в предложении зависит от рода имени существительного, с которым глагол связан по смыслу. Разберем примеры. Жил, жила, жило, ждал, ждала, ждало, взял, взяла, взяло, брал, брала, брала. Обратите внимание, что глаголы мужского рода имеют окончание нулевое. Женского рода с окончанием а, среднего рода с окончанием о. Глаголы прошедшего времени в единственном числе изменяются по родам, а глаголы прошедшего времени во множественном числе по родам не изменяются. Упражнение 219 на страничке 123. Вам необходимо составить и записать нераспространенные предложения, употребляя глаголы из скобок в прошедшем времени. Прежде чем приступить к выполнению этого упражнения, нам надо выяснить, какие предложения называют нераспространенными. Верно, нераспространенное предложение – это предложение, в котором одна грамматическая основа, подлежащая и сказуемая. Второстепенных членов предложений нет. Обратите, ребята, внимание, глагол, который находится в скобочках, вам надо употребить его в прошедшем времени. Прошедшее время отвечает на вопрос, что делал, что сделала, что сделал. Выполним проверку. Картофель что сделал? Сварился. Молоко что сделало? Закипело. Окончание о. Сирень что сделала? Расцвела. Женский рот. Окончание а. Мышь что сделала? Пробежала. Окончание а. Женский рот. Месяц что делал? Светил. Окончание нулевое. Трактор что делал? Работал. Окончание нулевое. Мужской рот. Род глаголов в прошедшем времени единственного числа определяется по роду существительного, с которым он связан. Запомните, окончание глаголов прошедшего времени. Женский рот. Окончание а. Средний рот. Окончание о. Мужской рот. Окончание нулевое. Множественное число. Окончание и. Выполним упражнение 220 на страничке 123. Внимательно прочитайте. Спешите, вставляя в глаголы пропущенный суффикс и где нужно окончание. Укажите род глаголов в единственном числе. Выделите их окончание. Выполним проверку. Был солнечный июльский день. День что делал? Был. Мужской рот. Окончание нулевое. Вдруг солнце померкло. Солнце что сделало? Померкло. Окончание о. Средний рот. Грянул гром. Гром что сделал? Грянул. Мужской рот. Окончание нулевое. Сверкнула молния. Молния что сделала? Сверкнула. Женский рот. Окончание а. Гроза была недолгая. Была. Женский рот. Окончание а. Туча ушла. Женский рот. Окончание а. Снова засияло над садом солнце. Солнце что сделало? Засияло. Средний рот. Окончание о. Запели разные птички. Птички что сделали? запели, множественное число. Подведем итог урока. Род глагола прошедшего времени единственного числа в предложении зависит от рода имени существительного, с которым глагол связан по смыслу. Глаголы прошедшего времени в единственном числе изменяются по родам. Глаголы прошедшего времени во множественном числе по родам не изменяются. Перейдем к домашнему заданию. Открыв учебник на На страничке 122 вам необходимо выучить правила. Также выполнить упражнение 221 на странице 123. Прочитайте, образуя от глагола в неопределенной форме глаголы прошедшего времени. Расположите предложение так, чтобы получился текст. Запишите составленный текст, дополните его несколькими предложениями на эту же тему. Думаю, что с этими заданиями вы справитесь на отлично. Желаю вам удачи. До встречи на следующем уроке. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас. Сегодня начнем наш урок литературного чтения. И тема нашего урока — Михаил Михаилович Зощенко и его произведение «Золотые слова». Это замечательный мастер слова. Писатель, который с юмором рассказывает о серьезных событиях. Писатель, который, не читая аннотаций и нравоучений, может заставить человека переосмыслить, переоценить свое поведение, измениться в лучшую сторону. Михаил Михаилович Зощенко. «Нет, мне, быть может, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому, дети, я всегда стремился». Такие слова говорил писатель. Михаил Михаилович Зощенко родился в Санкт-Петербурге 28 июля 1894 года. Его отец — русский художник Михаил Иванович Зощенко. Мать — Елена Осиповна Зощенко. До замужества была актрисой театра. Издавала свои рассказы в газете. В семье Зощенко было много детей. Семья постоянно ощущала нехватку денег, но дети получили хорошее образование. В 1913 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1915, во время Первой мировой войны, прервал учебу в университете. Зощенко ушел на фронт. В 1917 вернулся в Петербург. В 1918, несмотря на болезнь сердца, пошел добровольцем в Красную армию, где был командиром пулеметной команды. После Гражданской войны в 1919 году Зощенко занимался творческой студией при издательстве «Всемирная литература» в Петрограде, руководимой Корнеем Чуковским. В 1920-1921 годах появляются его рассказы, такие как «Рассказы для детей», «Великие путешественники», «Золотые слова». Умер Зощенко 22 июля 1958 года в городе Сестронске. Перед тем, как мы с вами начнем, ребята, изучать произведения, мы познакомимся со словами, которые нам встретятся в рассказе. Итак, словарная работа. «Прельщало», «Стало заманчивой» или «Приятной». «Угореть», «Отравиться угаром», «Потерять соображение», «Развязано». «Это излишне свободно и непринужденно в обращении с другими». «Раскаяться», «Сознавать, что поступил дурно, неправильно, ошибочно», «Начинать испытывать сожаление об этом». И последнее слово «Абсурд». «Это нелепость, бессмыслица». Главные герои рассказа – Минька и Лёля, брат и сестра, сидят за общим столом со взрослыми. Поначалу они боятся участвовать в разговоре взрослых, но затем, осмелев, вступают в беседу. Лёлька перебивает папиного начальника, который рассказывает о том, как он спас пожарного. Начальник злится и делает детям замечания. Папа отправляет их в детскую и запрещает ужинать со взрослыми. Спустя два месяца дети уговаривают отца посидеть за столом вместе с гостями. Теперь Лёлька и Минька молчат, как обещали папе. Пока взрослые увлечены беседой, Минька уронил кусочек масла в стакан с чаем папиного начальника. Лёля хотела предостеречь гостя, но промолчала, вспомнив папин запрет разговаривать за столом. А что же произошло дальше, сейчас мы с вами прочитаем. Между тем, папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток. Но тут глаза его стали круглые от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться. Наши родители спросили его, что с вами произошло. Папин начальник от испуга не мог ничего произнести. Он показал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан. Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане. Мама, попробовав этот чай, сказала, «Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае». Папа сказал, «Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями». Получив разрешение говорить, Лёля сказала, «Минька грел масло над стаканом, и оно упало». Тут Лёля, не выдержав, громко рассмеялась. Некоторые из гостей тоже засмеялись, а некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы. Папин начальник сказал, «Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они бы могли дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы этот ёготь? Нет, эти дети доведут меня до сумасшествия. Мне теперь это ясно». Один из гостей сказал, «Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее, они никому об этом не сказали. И допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление». Услышав эти слова, папин начальник воскликнул, «Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай». Лёля, перестав смеяться, сказала, «Нам папа не велел за столом говорить. Вот почему мы ничего и не сказали». Я вытер слезы, пробормотал. «Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь вам сказали». Папа, улыбнувшись, сказал, «Это не дети, это глупые дети. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь так же поступать. Исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но всё это надо делать с умом. Если бы ничего не случилось, у вас была бы священная обязанность молчать. Масло попало в чай, или бабушка забыла закрыть крану самовара. Вам надо крикнуть. И вместо наказания вы бы получили благодарность. Всё надо делать с учётом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своём сердце. Иначе получится абсурд». Мама сказала, «Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох». Бабушка сказала, «Или я, например, всем налила по второму стакану чая. А Лёле я не налила. Значит, я поступила правильно?» Тут все, кроме Лёли, засмеялись. А папа сказал, «Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. А за глупость наказывать не полагается». Тут все гости засмеялись. И мы с Лёлей зааплодировали. Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти слова. И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во многих случаях жизни и в личных своих делах, и на войне. И даже представьте себе, отчасти в моей работе. В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали. Но я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам. В общем, эти папины слова я золотыми буквами записал в своём сердце. И, может быть, поэтому я стал сравнительно счастливым человеком. И людям, может быть, поэтому я принёс не так уж много огорчений. Давайте ответим на вопросы по содержанию. Скажите, ребята, от чего имени ведётся рассказ? Правильно, рассказ ведётся от имени мальчика Минки. Как вы думаете, почему папин начальник злился весь ужин на детей? Конечно же, потому что дети весь ужин перебивали папиного начальника. Почему дети любили ужинать со взрослыми? Конечно же, дети любили ужинать со взрослыми, потому что слышали много интересных историй из жизни. А скажите, принято ли у вас ужинать со взрослыми? Давайте вспомним название нашего рассказа. Название рассказа «Золотые слова». Почему так рассказ называется? И есть ли в рассказе ответ на этот вопрос? Конечно же, ребята, всё надо делать с учётом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своём сердце. Ребят, рассказ нас учит, что нужно слушать советы и поучения взрослых. Всё надо делать с учётом изменившейся обстановки. А теперь домашнее задание. Прочитать рассказ Михаила Зощенко «Золотые слова». Страница 144-153. Подготовить выразительное чтение наиболее понравившихся отрывков и подготовиться к чтению рассказа по ролям. Спасибо за урок. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»